Друзья, всем привет! Янатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 28 марта 2018 года и сегодня начался мой 9 день восстановительного периода. Друзья, я вчера вам объяснил, какие ингредиенты готовятся к 8, 9 и 10 дню восстановления. Единственное, что я упустил существенно, это то, что добавляется еще кефир. Кефира можно использовать 300 грамм в сутки. Я в вечернее время, когда где-то за часик до сна выпиваю 250 граммовую чашечку кефира. Покупаю я всегда свой любимый кефир, который сметанин называется краснодарского производства. Он гостовский, по госту изготовлен. И поэтому я его с удовольствием приятен на вкус, такой и как продукт, и как вкусовые качества у него полезные. Ну, покупаю с таким расчетом, как предупредили. В общем, как здесь и написано, что срок годности 10 суток. Но я стараюсь так, чтобы у меня срок употребления, как и рекомендуется в некоторых источниках о приеме здоровой пищи, значит, не более трех суток, чтобы было. В течение трех суток пакет должен после изготовления кефир надо выпить. Вот. Это то, что касается кефира. Также я не опомнил о том, что мед. Мед тоже увеличивается. Там в начале было, значит, у нас седьмой, восьмой, вернее, шестой, седьмой день было по 40 грамм. Сейчас уже по 60 грамм меда в день можно употреблять. Вот это дополнительно. То, что изменения какие на восьмой, девятый и десятый сутки. Теперь, как у меня прошла ночь, вот этот период. Значит, спал я прекрасно, выспался. Проснулся в половину шестого и, в общем-то, почувствовал бодрость, энергию и так далее. Вот я, значит, встал, приготовил то, что... Ну, где-то часа два пришлось, конечно, возиться. Приготовил там то, что положено на течение дня кушать. Вот. Далее. После этого, обязательно, обязательно после подъема, ну, почистил зубы, естественно, все. Выпил чашку протиевой, именно талой воды. Чашку полуветровую я мелкими глотками, также пережевывая, выпивая. Вот это единственное время, когда вода идет нормально. Вот после течения дня, честно говоря, восстановительный период, очень тяжеловата вода идет. Но зато от соки дают вот эти все овощи, фрукты, которые ем, в общем-то, моча идет прекрасно. Выход идет, то есть идет... Ну, воду необходимо употреблять. Все равно не менее, написано, не менее полутора литров в день, так как происходит насыщение клеток. Из-за отсутствия водяного баланса, который произошел за это время, голоданием. Восстановление водопроизвода. Вот. Далее. Проделал что? Ну, умылся, помылся, покупался в теплой воде. И впервые я за все время, после начала голодания, я впервые облился холодной водой после этого. Вот впервые за это время. Потому что там не рекомендовалось, и, в общем-то, желания не было такое, потому что тело все мерзло. Сейчас же, вот, я с удовольствием облился холодной водой. Хотя в течение где-то лет 20, наверное, если не больше, лет 25, я постоянно занимаюсь закаливанием. То есть я ежедневно, утром и вечером я обливаюсь холодной водой. Контрастный душ тело такой. Вот. И сейчас вот, после завтрака и так далее, проделки всех мероприятий, которые я создавал, я ухожу из дома. У меня планы в громадье. То есть хочется двигаться, чем-то заниматься, что-то делать. Вот. Приходят на мысль планы, то, что я когда-то там планировал, но не сделал. Вот. И вот это все сейчас желание, рвение именно начать заниматься этим. Теперь взвешивание. Вес, с учетом меня, разница происходит существенно. Значит, 71,850. А вчера было, взвешивался 72,050. То есть сейчас даже падение на 200 грамм произошло. Значит, вчера, наверное, я с полным желудком, так сказать, вот уже наполнил пищей, вот и поэтому воду, пищу там, вот и поэтому вес такой. Сегодня она пустой полностью. Вот получилось минус 200 грамм. Ну, в общем-то, до 72 не дотянуло. 71,850. Вот. Ну, это прекрасно. Прекрасно, если, в принципе, сохраняется, потому что впереди еще восстановление не должен слишком переусердствовать. Теперь я замеряю объем талии. В свободном состоянии, вот так он должен быть. Расслабленный живот. Так, здесь тоже произошло ничего себе. На 1,792 получается объем. Так, а вчера был 93. Значит, вчера вот точно у меня произошел какой-то дых, потому что 92 позавчера было 92 и сегодня 92. Значит, это нормально, 92. Главное, чтобы не выше прыгать. Вот, друзья, кратко то, что я хотел вам сегодня рассказать. Значит, приготовил также я сегодня утром гречку, как и планировал на второе блюдо. Это туда морковку натер, потом натер, вернее, лук порезал, большую крупную луковицу такую на части, потом чесночка немножко, один зубочек покрошил, бросил туда лаврушечку и стакан томатного сока, на полстакана гречки. Это стакан томатного сока и стакан воды. После этого все накрыл, закипело, я на медленный огонь поставил, 12 минут на медленном самом деле, медленный, не наимедленный. Вот, 12 минут прошло, я выключил, 10 минут настояло, потом в процессе этого я порезал, пошинковал, значит, петрушку, укроп, зеленый лучок, черемшу и сельдерей, стебель это отдельно уже буду резать, уже не буду его измельчать, а так уже стебель сельдереем. Вот, вот это все засыпал, а, и перец еще, тот, что был у меня замороженный, я полторы перчинки взял, тоже порезал на мелкие, вот, оттаял она, буквально за несколько минут там воде промыл в холодной, вот, оттаялся, вот, я порезал его и все вот это туда сбросил, перемешал, вот, и снова накрыл, где-то минут 10 еще постояло, потомилось горячим вот этому, и готово к употреблению. Сейчас будем кушать. Вот, друзья, кратко то, что я хотел вам рассказать на сегодня. Завтра точно такой же десятый день, точно такой же распорядок и режим употребления пищи. Главное, еще раз напоминаю, не переусердствовать, не набивать желудок, не растягивать стеночки шлуночка желудка, вот, чтобы он, как говорится, сохранился, вот, немножко переходный период прошел, и потом он в том же состоянии так и останется, и вы уже будете чувствовать присыщение, при небольшом наполнении его. А если будет растянуто, значит, вам все будет недостаточно, не хватает будет, вы будете все забрасывать, забрасывать, потому что желудок, шлуночек желудка растянут. Вот и все, друзья. Счастливо. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова